Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Оксана, и я начинаю свой обзор на канал Юлия Адамян. Многие писали мне в комментариях, что эта девочка не дочь Эдуарда Адамян, а я была абсолютно уверена, что именно Юля и есть его старшая дочь. Правда, в это время в Ютубе уже гулял фейковый канал под названием Юлия Эдуардовна Адамс. Зрители стали сомневаться, и все ждали, когда же появится сама Юля, чтобы показать себя во всеуслышание. И вот она появилась. Зрители написали ей несколько вопросов в комментариях, и в первом своем видео Юля отвечает на эти вопросы. Кстати, мой вопрос Юля озвучила первым. Правда, она не понимает, откуда такие сведения, что Самвел ей звонил. Я отвечаю, потому что, когда у Самвела была трансляция, ему задали вопрос в комментариях, что ты думаешь о дочери Эдика. И он ответил так. Я ничего не думаю. Я с ней сегодня общался. Но после этого он прочитал, что чат заблокирован. Он отвлекся, забыл про этот вопрос, и так на него и не ответил. То есть Самвел, получается, неправильно выразился. Значит, он не общался по телефону, а переписывался в Инстаграме. Так бы и говорил. А то вечно он всех путает. Ох, этот Самвел, вот еще мастер интриг. И действительно, Юля ответила на мой вопрос, что она переписывается с дядей Самвелой в Инстаграме. Также она ответила на другие вопросы. К отцу Юля относится нормально. Никогда его не осуждает и не обсуждает. И хоть иногда звонит ему, но характеристику его дать не может, так как хорошо его не знает. Она ведь с ним не видится. И своих сестер она никогда не видела. Мать ее не была подругой Гульнас. Бабу Таню, Адамян, она тоже не видела. Отец помогает ей финансово. Примерно год назад она хотела поехать к дядю Самвелу в Днепр, но не получилось. Также спрашивали, встречается ли она с дедушкой Аршалуйсом. И она ответила, что встречается. Пересекается, но очень редко. Желания вживую общаться с семьей отца у Юли нет. И это естественно. Семейных тайн она раскрывать не будет. Так как прошлое ворошить нельзя. И все, что было между родителями, она не собирается выставлять на всеобщее обозрение. Живет она в деревне Амирово. И когда началась вся эта шумиха с фейковым каналом Юлии Адамс, она очень удивилась. Спросила у матери, как ей теперь поступать. И мама дала ей правильный совет. Потому что нельзя было молчать, когда от ее имени писал какой-то фейковый канал. Надо было на весь свет сказать свое веское слово. И Юля это сделала. Молодец. Ее друг помог ей. Так что все Юля сделала правильно. И все у нее получилось. Она стала выкладывать короткие видео о себе. И тем самым положила фейка на обе лопатки. Юле тоже кажется, что она похожа и на отца, и на дядю Самвелла. И в ней намешано несколько кровей. И армянская, и татарская, и русская, и украинская. Поэтому такая красота и получилась. И я поражаюсь тем людям, которые писали у меня в комментариях, что Юля не может быть дочерью Эдуарда. Они были в этом так убеждены, что объяснять им было что-то бесполезно. Откуда в людях столько злобы? Я не понимаю. Посмотрите, какая красавица. Лично мне она напоминает Диану, временницу Самвелла. То есть получается, они двоюродные сестры. И они друг на друга похожи. Ребята, девчата, давайте поддержим Юлин канал подпиской и добрым комментарием. Задавайте Юле вопросы, и она на них ответит в следующем своем видео. Только разным хейтерам я попросила бы не совать нос на Юлин канал. Ничего вам там делать. А я посоветую Юле, если у тебя начнет кто-то требовать доказательства, показать свое свидетельство о рождении или паспорт, блокируй их и до свидания. Итак, ссылочку на видео Юли можно увидеть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А на этом, ребята и девчата, я с вами не прощаюсь. До свидания. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok